Всем привет, мои хорошие подписчики, зрители и гости моего канала. Хочу сегодня поговорить о моей старушке Джевел, которая уже отцвела почти давно-давно. Сегодня 21 сентября, практически уже месяц прошел, как она отцвела. Я частично срезала цветонос, если кто помнит. Вот, тут кусочек остался, ну это пымпочка, которая так и не стала развиваться, коротыш такой, цветоносик. И что я хочу заметить, у нее в середине был слабенький очень лист, внутренний вот этот. Как видите, он дорос уже, длину нарастил, уже уверенный стал, тверденький, плотненький. И довольно-таки хорошо закрепился в серединке. Он очень сильно болтался, шатался, я думала, что с ней какая-то проблема, то ли загнивание, то ли еще что-то. Вот, ну, как только я срезала цветонос, у нас дела пошли в гору. Дело в том, что недавно моя старушка, наверное, с ума сошла и решила дальше процвести. Она выпустила цветонос. Сейчас попробую сфокусироваться все-таки. Вот, цветоносик она пытается дальше дорастить. Новую бочку разбудила из спящих и решила дальше цвести. Вот. В общем, никакими пастами я не обрабатывала ничего, просто выжидала время. Буквально вот немного времени прошло, и она разбудила почку. Конечно, это радостная новость для нас, но я задавалась целью ей сейчас восстановить немножечко корневую систему и уплотнить листовую массу, поскольку она немножечко такая шалтай-болтай была на веселье. Но я уже успокоилась по поводу листиков, и действительно она уже уплотнилась. Сердцевина. Что у нас с корнями? А с корнями у нас все гораздо лучше, чем мало было быть. Поверху корней, конечно же, не видно. Она немножко там их приостановила, и похоже, что начала доращивать их в самом горшочке. Это очень хорошо видно по новым побегам корешков. Тут корешки пошли вот в рост. Тут она дальше их наращивает. Тут, к сожалению, за папоротниками не видно. Но все равно видно вот здесь вот новые, вот пошли вот новые ростики корешки. И она дальше их доращивает. Тоже она посажена в кокосовые чипсы. Тут фрагменты мха были, которые уже процвели папоротниками. Вот. Сверху мох я так и оставила. Он довольно-таки неплохо просыхает. Он уже такой хрустящий. Вот. Я стараюсь все так орхидейки просушивать, потому что впереди осень, и я уже немножечко так подготавливаюсь морально. И орхидеи тоже подготавливаю к тому, чтобы не было потом в дальнейшем проблем с корнями. Что я могу еще по ней сказать? Ну, пока мы развиваемся, и довольно-таки неплохо, и довольно-таки успешно. Я очень рада за вот этот лист внутренний, который тоже был немножко закручен. Он так и остался, но, несмотря ни на что, дальше нарастил, и уже такой плотненький. Если он такой мягенький был недели три назад, то сейчас он уже такой довольно-таки плотненький, даже глянцевый. Ну, единственное, что вот сегодня уже пыли так наглоталось, что уже не могу. Наверное, на завтра перенесу все эти промывки листиков. Отдельно возьму диск и буду протирать каждый листик. Это очень трудоемкий процесс, очень долгоиграющий. Много времени занимает, но я думаю, что если завтра у меня все сложится удачно, то тогда я завтра их уже и протру. На самом деле я листики редко протираю. Вот, как вы видите сами, она очень пыльная стоит, аж даже пыль блестит. Видно даже, да? Видно. Вот, то есть уже подошло время как раз перед похолоданием хорошо листики протереть и уже остаточно их поставить на места. Ну, наверное, на этом я уже закончу видео свое. Цветоносик нас действительно шикарно порадовал. Может быть, еще выдаст силы, то еще покажу цветение ее. Очередной раз. Может, она в этот раз немножечко не будет выпендриваться, то нормальное цветение выдаст. То она темненьким цвела. В этот раз что-то она не так уж сильно выразительно была. Ну, скорее всего, на этом завершу свое видео. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео. С вами была Сытник Нона и мой канал Флорал Дрим. Всем хорошего дня, отличного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok